Первая гонка чемпионата России не состоялась. Сегодня биатлонисты должны были выйти на старт командной гонки, но из-за погодных условий организаторы решили не рисковать здоровьем спортсменов и оставить их в тепле. Напомню, все семь стартов чемпионата примет столица Югры. Сегодня на себе небиатлонный мороз испытала наша съемочная группа. Дмитрий Пришвицин из Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко выходит на прямую связь со студией. Дима, расскажи о судьбе сегодняшней гонки. Состоится ли она вообще? Да, Евгений, добрый день. Сегодня, несмотря на яркое солнце, на улице достаточно морозно. Если верить мобильному приложению, то показывает минус 25 градусов, поэтому организаторы решили поберечь спортсменов и оставить их в тепле. Поэтому у любителей биатлона, у югорчан вновь не было возможности познакомиться с командной гонкой. Именно сегодня спортсмены должны были разыграть комплекты медалей в этой дисциплине. Отмечу, в Ханты-Мансийске она не проходила ни разу, а ранее вообще была даже включена в программу чемпионатов мира. Я думаю, более подробнее о судьбе этой гонки сможет рассказать главный судья соревнований Владислав Заикин. Расскажите, пожалуйста, состоится ли эта гонка вообще или ее просто перенесли на другое число? Сегодня было принято решение вообще отменить проведение данной дисциплины на данных соревнованиях, потому что в следующие два дня тоже не совсем понятен прогноз погоды. Стоит холод, а с 15-го у нас уже день отъезда, то есть у нас ограничены рамки проведения соревнований. И опять же, можем было, конечно, заменить, допустим, не проводить смешанные эстафеты. Но смешанные эстафеты – это олимпийские дисциплины, поэтому приоритет был отдан им и, соответственно, большому масс-старту, как более зрелищной дисциплине. Вот сейчас можем заметить, что некоторые спортсмены все-таки не испугались мороза и вышли на дистанцию. А вообще, чем сегодня заняты биатлонисты? Кто-то тренируется или, может быть, день отдыха у всех? Ну, сейчас тренеры, я думаю, у каждого региона сами уже подкорректировали план тренировочный. Кто-то вот на лыжах катается, кто-то, может быть, просто отдыхать пойдет, кто-то кроссы бегает. То есть вариантов много, и сами они разберутся, я думаю. Все, спасибо большое. Это был Владислав Заикин, главный судья соревнований. А вообще, чемпионат России в Канты-Мансийске должен пройти в семи дисциплинах. И разделен на два блока. То есть в первом блоке спортсмены помимо командной гонки должны пробежать смешанную эстафету, а также большой масс-старт. Всего побороться за медали приехали 74 спортсмена из 14 регионов страны. И самая большая делегация – это сборная Югры. В нее вошли 13 спортсменов. И я надеюсь, что это число все-таки станет счастливым для наших спортсменов. И они смогут завоевать достаточное количество медалей. На этом пока у меня все. Буду держать вас в курсе дела. Евгений. Это был Дмитрий Пришвицин. Он сегодня работает на чемпионате России по биатлону. Дмитрий Пришвицин.